здравствуйте мальчики и девочки ученики ученицы студенты студентки тетеньки и дяденьки так попросили меня рассказать как решаются задачи по динамике когда на какое-нибудь тело действует сила или на систему тел действует сила и под действием этих сил эти тела или тело движется прямолинейно ну давайте вот потихонечку и начнем нарисовал плоскость на плоскости находится какое нибудь тело и на это тело смотрите внимательно будет действовать сила f масса этого тела известно ну между этим телом и плоскостью должно быть трение но мы начнем рассматривать задач когда трение не существует то есть коэффициент трения наши задачи равен нулю масса у нас имеется сила у нас имеется и нужно найти ускорение ну задача элементарно простая ну вот мы начнем самых простых и потихонечку будем усложнять и так что же у нас получается у нас получается вот что смотрите внимательно мы должны записать второй закон ньютон второй закон ньютона у нас векторной форме выглядит вот именно вот таким вот образом отсюда будет следовать что сумма всех сил ну вот так то лучше будет написать сумма всех сил который действует на тело равна произведению массы телом ускорения вот это вот математическое изображение второго закона ньютона а на самом деле второй закон ньютона выглядит вот именно таким вот образом но почему да очень просто здесь существует определенная логика если возьмем какое-нибудь тело и не подействует на него с какой-то силой значит у него будет ускорение как здесь можно рассчитать но не рассчитать рассмотреть а здесь в принципе написано следующее если мы умножим массу на ускорение мы получаем какую-то силу мы это вообще бред какой-то вот как мы можем получить ускорение если на тело массой м не подействовать силой то есть причинно-следственная связь здесь нарушается но когда решаются задачи вот именно вот это вот математическое изображение вот второго закона ньютона именно вот так вот можно и записывать ну поскольку здесь одна сила одна сила мы так и запишем f равняется м а да вот и будет следовать отсюда что ускорение которое мы ищем это сила деленное на массу все задача решена теперь смотрите допустим на это тело будут действовать несколько сил сил сила f1 и сила f2 ну я нарисовал эти силы таким образом что длина вот этого вектор будет больше значит в принципе силы f1 не в принципе а силы f1 будет больше чем сила f2 это тело это тело находится на плоскости масса тела м масса известно сила трения у нас отсутствует то есть коэффициент трения тоже равен нулю ну поскольку мы сразу видим по определению сила f1 больше чем сила f2 значит под действием этих сил тело будет двигаться по направлению оси икс то есть слева направо так я выбрал направление положительной оси и что тогда получается все силы которые будут смотреть по направлению оси будут положительными опыта смотрит туда в сторону оси икс значит f1 у нас будет с плюсом а f2 мешает как бы телу двигаться вперед значит будет минус и чему это равняется произведению массы тела на ускорение ну вот отсюда будет ускорение равно f1 минус f2 деленное на массу тут очень хочется задать вопрос а когда ускорение будет равно нулю ускорение будет равно нулю когда эти силы будут одинаковые то есть когда f1 будет равняться f2 да это напоминает нам не напоминает нам а говорит нам о том что да ньютон был прав когда первый закон ньютона изобретал как бы да ну вот сумма всех сил которые действуют на тело равно нулю значит есть два варианта тело либо покоится либо покоится если сумма всех сил равно нулю либо покоится находится в состоянии покоя либо движется с постоянной скоростью вот написал скорость будет постоянно конст констонта вот вот так вот то есть сюда можно добавлять какое угодно количество сил которые будут действовать на тело но принцип нам понятен да все силы сначала пишем которые смотрят по оси x отнимаем силы которые смотрят против оси x и приравниваем к произведению массы на ускорение да вот допустим вот такая задача вот вот сюда будет действовать сила f1 а сюда будет действовать сила f2 да причем сила f2 по модулю да будет больше чем сила f1 вот но мы то как привыкли как правило решаем задачу вот так вот вот так вот направление оси ну ничего страшного вот f1 все равно у нас будет с плюсом минус f2 да и приравниваем к произведению массы на ускорение и находим ускорение точно так же все минус f2 деленное на массу но теперь возьмем чтобы было понятно масса допустим один килограмм один килограмм да вот сила f1 равняется скажем 5 ньютонов а сила f2 будет равняться 7 ньютонов и тогда когда мы подставляем численные значения получается 5 ньютонов отнять 7 ньютонов делим на 1 килограмм вот и получаем что минус минус 2 ньютона на килограмм вот ньютон на килограмм кстати говоря ньютон на килограмм и метр на секунду в квадрате это одно и то же вот и мы получили минус ага почему да потому что под действием вот этих двух сил которые действуют на тело это тело будет двигаться в этом направлении то есть противоположном ну противоположному ну противоположному ну будет двигаться справа налево то есть в сторону противоположную выбрана нами положительной оси вот вот высказался в конце концов вот так вот то есть вот о чем это говорит что на самом то деле тело будет двигаться ускоряться вот в этом направлении а не в том который мы выбрали за положительное вот такая вот ситуация ну вот все хотелось бы мне на первые на первых порах так сказать сказать вот спасибо что выслушали если не трудно у меня к вам большая просьба поставить лайк я вам буду очень благодарен все если есть какие то вопросы пишите с удовольствием отвечу и через некоторый промежуток времени да я продолжу свой рассказ о том как на тело или на систему тела действуют силы и как находить ускорение пока пока до свидания до свидания до свидания